Жаль, что эту школу забросили. В хорошем месте она расположена. Среди девственной природы, на свежем воздухе. Что еще нужно для учебы? Если бы пригласили меня раньше, я бы разобрался с этим Сиреноголовым и его семейством. Не пришлось бы закрывать школу. У Сиреноголового есть семья? Забудь, мальчик. Я оговорился, у такого чудовища не может быть семьи. Вы приехали? Ну что, как охота? Поймали Сирену. Мы его упустили. Как это? Я вам за что плачу? Вы уже три месяца за ним охотитесь и каждый раз вы его упускаете. А жалование это требуете? Я вам расскажу позже. Только не при ребенке. Не понимаю, зачем вы взяли с собой сына? Я разве просил брать с собой детей? Но он так просился. Я просто не мог ему отказать. У нас тут очень деликатное дело. И посторонние уши нам ни к чему. Я полагался на вас, как на ответственного педагога. Вы ходите по острию ножа. Простите, сэр, директор. Я больше не буду. Отведите мальчика в комнату отдыха и присоединяйтесь на совещание. Вот это комната для вашего сына. Мальчик, отдыхай и набирайся сил. У тебя, наверное, стресс после того, как ты побывал в плену у этого ужасного чудовища. Я не устал. А можно мне с вами? Нет, даже не вздумай. У нас очень серьезные дела. Ты нам будешь мешать. И не ходи по школе. Тут бегают огромные крысы. Размером с собаку. Еще съедят тебя. Скучно сидеть в комнате и не выходить. Если заскучаешь, и напротив есть библиотека. Но ни в коем случае не спускайся вниз в спортзал. Иначе директор будет очень недоволен. И твоего папу уволят. Из-за тебя. Балди, пожалуйста, не подведи меня. Будь хорошим мальчиком. Хорошо. Я зайду в библиотеку. Пойду почитаю. Говорят, книги развивают мышление и воображение. Какая-то записка лежит. Интересно, а чтение записок развивает мышление и воображение? Так, что тут у нас? Ну, вот и все. Нашу школу закрыли. Я остался последним. Меня должна была забрать бабушка, но она еще не приехала. Сижу, грущу. Вспоминаю, как весело тут было. Особенно, когда у нас в лесу живет Сиреноголовый и его друг Фонареголовый. Хотя некоторые ребята считают его подругой. Но я не уверен. Мне кажется, эти существа бесполы. Что? Еще один? Мы с ребятами часто спорили, кто пойдет следующим в лес, чтобы Сиреноголовый поймал и забрал к себе в логово. Там, в дупле из полинского дерева, есть кровать, на которой мы могли выспаться и отдохнуть от уроков. Сиреноголовый приносил нам откуда-то игрушки, а Фонареголовый нежно качал нас на руках. Под колыбельную Сиреноголового. Мы и жалели этих несчастных монстров. Ведь мы сами все сирыты. А у Сиреноголового и Фонареголового раньше был маленький монстрик. И он погиб. Им просто хотелось о ком-то заботиться. Проголодавшись, мы убегали из дупла. Через специальный лаз. И так продолжалось до тех пор, пока попечительский совет нашей школы не решил ее закрыть. Из-за якобы опасных монстров. Никто даже не стал разбираться, что ни один ребенок не пострадал в итоге. Так значит, Сиреноголовый не опасен. И у него есть друг или подруга. Нужно поскорее сообщить об этом ученому. Чтобы он не устанавливал свою ловушку в логове Сиреноголового. Он что-то говорил про спортзал. Наверное, они там. Думаю, что они не станут злиться на папу, если я приду и расскажу хорошие новости. Гигантер? Нет, это Фонареголовый. Но что здесь происходит? Кажется, кто-то идет. По-моему, они не будут рады, если увидят меня тут. Лучше спрятаться. А вот, собственно, то, для чего я вас пригласил в эту школу. Это чудовище, о котором я только что рассказывал. Ужас, какое отвратительное. Я думала, вы шутите, сэр, директор. Но, оказывается, оно существует. Мы с сыном уже видели похожее чудовище в лесу. У них бывают разные мутации. Но мне нужно заполучить именно того, у которого громкоговорители вместо головы. Его называют Сиреноголовым. А у этого, как видите, фонарь. Но я не понимаю, зачем вы нас позвали сюда? И для чего вам эти монстры? Я вас позвал, так как из всех учителей в школе доверяю больше всего вам двоим. Мне нужны помощники в очень секретном деле. Я собираюсь поймать Сиреноголового и перевести его на территорию нашей школы. В этом нам помогают уважаемые ученые с их удивительным прибором. Но зачем? Его нужно уничтожить, а не везти к нам. Вы прекрасно знаете нашу проблему. Ученики избегают занятий и прогуливают уроки в лесу. Я намерен положить этому конец. Если у нас в лесу будет жить такой монстр, то никто из них туда носа не сунет. Но ведь он может уйти и в другие места. Не уйдет. Пока у нас в плену будет фонарь гололый. Мы будем контролировать Сиреноголового и повелевать им. Понимаете ли, у них что-то вроде семьи образовалось. И они очень привязались друг к другу. К сожалению, нашим уважаемым ученым не удалось пока поймать Сирену. Но зато они схватили и связали это чудовище. Теперь монстр постоянно крутится поблизости. И у нас больше шансов его изловить. А когда поймаем, нам понадобится ваша помощь. Какая? Связать и погрузить его на машину. Вы не представляете, как мы намучились с этим фонарем. Он такой тяжелый. Но мы ведь не грузчики. А я вообще девушка. Вас это не смущает? К сожалению, я не могу заказать грузчиков. Так как все узнают об этом секретном деле. Разразится скандал. А вы, мисс Ти, вполне крепкая дама. Должен вам сказать. Неужели? Да на вас пахать можно. Спасибо за комплимент. Так, и что у нас там по плану? Сейчас я подготовлю ловушку и установлю ее в логове Сиреноголового. Ну а затем понадобится помощь всей команды. Ну тогда за работу. И кстати, проследите, чтобы ваш сын не выходил все это время из комнаты отдыха. Мальчишка не должен знать о наших планах. Дело чрезвычайно секретное. Слушаю, сэр директор. Сейчас пойду проверю, что он там делает. Что же будет в следующей серии? Станет ли Балде помогать Сиреноголовому? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Ну и подпишись уже, наконец, и лайк поставь. Не ленись. Хорпик ждет, Хорпик ждет, чтобы ты подписался. Лайк поставил, память доставил. Хорпик ждет, Хорпик ждет. Давай, не ленись, подпишись. Хорпик ждет, Хорпик ждет. Да. Ес. О да, детка.